МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты меня слушаешь? Это было два года назад. Была читка пьесы про зомби. Был спектакль. Премьера. В начале мая. Мы репетировали, как сумасшедшие. Я ее тогда не разбиралась. И я его увидела. Это ее версия истории. Это как-то может быть даже странно, но это единственное, по вашему счету, мое знакомство через социальную сеть. Потому что я ее увидел раньше, чем она пришла ко мне на спектакль. Я ее увидел просто в участниках нашей группы. Я подумал, ой, какая девочка, запомнил. Рассмотрел все фотографии, а потом бац, вижу ее у нас на спектакле. Он тогда был в военной форме. Да, это прямо такая история. А у меня просто когда-то тысячу лет назад мне женщина-гадалка нагадала, что у меня мой муж будет в военной форме. Ира тогда подумала, что встретит его на работе в лице бортпроводника, пилота или капитана воздушного судна. Но предсказание оказалось двойственным. Будущий муж играл в пьесе «Солдата». Следующая встреча была уже в кафе, в весьма романтичной обстановке. Я пришла, Нюшка, пораньше. Я всегда прихожу на себя и пораньше. Я всегда опаздываю. Он пришел в своей голубой толстовке, любимый, плюхнулся рядом на диван. Девушка очень волновалась перед встречей. И как настоящая женщина, долго выбирала наряд. Что не сделаешь ради мужчины. Вместо любимых кед Ира решила отправиться на непривычных для нее каблуках. Я пришел в кедах, еще сказал, ой, а ты на каблуках ходишь, да? Да. Разочарованно. Ты сказала, ой, я как раз хотела надеть кеды. Ты улетал в Москву на поступление. И вот у меня уже рейс. Мы все стоим в зале ожидания. Прощаемся, все никак не можем проститься. Идем на второй этаж нашего аэропорта, там пьем кофе. Как-то возникло в какой-то последний момент, когда мне надо уже все, уже нет времени. Мне уже надо быть в самолете. Возникла какая-то такая странная пауза, когда мы уже обо всем поговорили. Мы уже все сказали, уже попрощались на 10 раз все. И стояли, смотрели друг на друга. И тут мы поцеловались. Пока его не было, всего не было. Два дня, по-моему, двое суток. Я ходила счастливой. Потом ждала, встретила обратно. А за счастливой встречей последовал долгий период разлук. На рабочих полетах девушки-бортпроводника. Я стараюсь ему верить. Ну, поклониться, поклониться, я знаю, что... Жена-то у меня одна. Жена-то одна. Он очень умный человек, очень начитанный, с которым всегда интересно. Я всегда его слушаю, открыв рот, как добрее и нежнее человека. Я еще не встречала, вряд ли, когда там встречу. Помимо красоты, я бы еще отметил, наверное, потрясающее свойство, которое, мне кажется, оно не очень характерно для женщин. Уж простите. Она обладает совершенно, не то чтобы не мужской, но какой-то такой очень здравой логикой. Она понимает, знаешь, вот она понимает, и это так подкупает меня. Нам никогда не надо ложиться спать в разную комнату. Что нужно обязательно проснуться вместе, несмотря на любую ссору. У меня, да, у меня сейчас есть пьеса, которую модифицируем «Солнечная линия», где жена говорит мужу, что во время ночной ссоры... Ну, а теперь нам пора расходиться спать в разные комнаты Вернер. Вернер, мой герой, вспыхивает, как прямо... Елизавету ждем. Елизавета Дмитриевна, да. Елизавета Дмитриевна, да. Устраивает танцы в животе, знает, что тебя ждет. Очаг домашний, уютный. Питеря всегда встретит, обнимут. Сударкой на лицах. Да, 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 да.